Субтитры создавал DimaTorzok Об огромном количестве жертв Просто огромном Да только лишь потому, что ракетные удары пришлись на жилые дома Чернигов, напомню, находится на севере Украины Буквально 4 дня назад я сделала ролик Один, потом другой О том, что Чернигов особенное место И нападение неминуемо именно на Чернигов Вот 14 числа ролик, второй, первый, одиннадцатого, кажется И как раз вы можете там услышать о городе Чернигове прогноз На сегодняшний день, сейчас, в данный момент Идут спасательные операции Люди под завалами И по состоянию на сейчас, якобы, это все официальные только данные Которые утром заявил Зеленский 20 пострадавших, 10 погибших Как говорит Зеленский, к сожалению, количество погибших может возрасти И этого не было бы, если бы Украина получила достаточное количество средств ПВО И если бы решительность мира в противодействии российскому террору Тоже была бы достаточной Так пишет Зеленский в Телеграме Публикации сопровождаются фотографиями последствия ударов И вот такая ремарка в СМИ от МВД Что среди жертв 25-летний лейтенант полиции Алина Николаевец Которая была дома на больничном И получила смертельное осколочное ранение Но, вероятно, посыл такой Что офицерам полиции не надо сидеть дома Вот посмотрите на дома Сзади меня вы все видите, да? Как можно было в таком доме выжить или нет? Итак, украинские власти сообщают Что удар по областному центру на севере страны Был нанесен тремя ракетами Они попали по густонаселенному району Находящемуся неподалеку от центра города Судя по опубликованным видео Это произошло в утренний час Да, люди ехали на работу Судя или не судя по каким-то видео Это был именно час пик Когда люди двигались на работу Замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба пишет в Телеграме Что в Чернигове разрушено восьмиэтажное здание Повреждены четыре многоэтажки Больница Высшее учебное заведение Десятки автомобилей То есть гражданские структуры били по ним Российские власти не комментируют удар Но провоенные телеграм-каналы Размещают видео, на котором мирные жители На фоне двух столбов дыма Падают на землю, когда происходит взрыв А в своем телеграм-канале Глава областной администрации Вячеслав Чаус Разместил объявление, что в городе Повреждены здания Гражданской инфраструктуры Черниговский областной центр крови Сообщал о нехватке доноров Но через час поблагодарил местных жителей И сказал, что больше не нуждается в помощи Если вы помните, друзья 19 августа прошлого года В результате удара по центру Чернигова Погибли, как говорят, 7 человек И 148 получили ранения Так как у меня есть связь в Черниговом И я знаю, какое количество людей погибло Это огромное Но не менее 500 погибло людей Так говорят А сколько получили ранения Уже кто их теперь считает, друзья Но не 7 человек погибло А где-то 500 Потому что там проходили все Самые важные мероприятия Праздничного города Важные мероприятия праздничного города Малышей, детей Они там смотрели Беспилотники Была выставка беспилотников Они смотрели Причем люди, те, которые устраивали Они остались живы По центру беспилотников И там, где все разрушено Руководители остались живы Или знают они, что это может быть И специально устраивают в этих местах Там было народное гуляние Яблочный спас Медовый спас, если вы помните Это было все как раз 19 августа То есть в самый центр Пиковый центр народного гуляния Ударили Причем били Совершенно новым Я имею в виду неизвестным В простолюдии В простолюдином Неизвестным оружием Оно было боковое Боковая волна огня То есть люди, которые просто стояли Не сверху какие-то Сыпались осколки И не просто Ракетный удар был по площади А именно боковым ударом Какого-то особого оружия Сбивали людей с ног И они тут же все умирали Площадь вся была просто Засыпана трупами И никого не пускали На подъезде к площади Уже далеко на подъезде Никого не пускали Выстроились сразу Нашлись военные Выстроились военные караулы Никого И МВД тоже Полиция тоже выстроилась Никого не пропускали По боковым улицам Чтобы зайти на площадь И с площади Грузовиками Вывозили людей Грузовиками В черных пакетах Но в черных пакетах Что? Вывозят раненых В черных пакетах Вывозят убитых Машин было С черными пакетами Много людей Погибших В черных пакетах Которых вывозили С этой площади Было много До ночи Никого не пускали Ночью вывозили До ночи Никого не пускали Сколько Куда пропало Людей без вести Никто не знает Просто война Да и все И неизвестно Куда люди пропадают Но то, что это было Не семь человек Что известно в прессе В СМИ Да А что это где-то Пятьсот человек Так говорят Чернигове Ну а вам, друзья Остается только верить Что говорят Глава администрации Или говорит Зеленский Он показал Что Все дело в ПВО И поэтому Они не сбили Ракетные удары России А когда Россияне Разминировали Вокруг Чернигова Там на границе Разминировали Как раз Поля Для того Чтобы сейчас Зайти с танками Он этого не знал Все знали Жители знали Что поля Разминируются Для того Чтобы русские Пошли Атакой На своей Боевой технике Все же было известно Но вот видите Как Всегда Город Попадает В просаг Мирные люди Не знают Они Они не думают Они не воюют Но вот видите Как бы войны нет А такое огромное количество людей Погибло Ударили по инфраструктуре Все что я перечислила И восьмиэтажное здание И четыре многоэтажки Четыре многоэтажки Это люди Это семьи Часы пик Только начало утра Многие еще не вышли на работу Да Высшее учебное заведение Тоже разбомблено Ну и автомобили Конечно Все это Все это за что Мирным жителям Никто не понимает За что это достается Мирным жителям Что же касается ПВО То здесь У России есть ПВО Однако же И в Москву прилетают Беспилотники И по всем НПЗ Бьют беспилотники Везде беспилотники бьют И Оказывается ПВО тоже не спасает Ни от чего ПВО это так Трата денег Это для того Чтобы купить ПВО Он Израиль Израиль Истратил огромные Миллиарды долларов На свое ПВО Сейчас они продают ПВО Потому что Так сделали игру С Ираном С Ираном Что Иран сообщил Заранее Куда и где Будут лететь ракеты Чтобы там Сбивали их То есть Иран Сообщил Своему врагу Израилю Что я буду пускать Вот по двум Или трем Траекториям Свои ракеты Ракет будет Столько-то Выставляйте там Систему ПВО Чтобы отбили Вы понимаете Какая война Война Договорняк Здесь в данном случае Тоже договорняк Чернигов Ну Чернигов Это тоже Как видите Договорняк Люди в панике Люди бегут И вероятно Будет много беженцев Сейчас Из Чернигова Ну вот такая ситуация Именно С Черниговым Город Которым я Только на днях Дала Предсказание Прогноз Что город Будут бомбить И вот Его бомбят Я Таня Карацуба Сиитбурхан Слушайте мои прогнозы Заходите На Бусти Где я больше Выкладываю Информации В Телеграм-канале Слушайте мои прогнозы И здесь На Ютьюбе В Телеграм-канале В Телеграм-канале